Республиканский Минстрой в 2020 году делал всё возможное, чтобы работа по национальным проектам, реализуемым в Карачаево-Черкесии, не прекращалась ни на день. И действительно, им удалось достичь многого. Например, привести в порядок десятки общественных и придомовых территорий, включённых в программу по благоустройству. За период с 2017 по 2020 год в нашей республике благоустроено 290 дворовых территорий и 110 общественных. В 2020 году мы благоустроили 9 общественных территорий и 57 дворовых. На сегодня все работы по паркам, кроме Первомайского сельского поселения и парка в городе Усть-Жигута завершены. Кроме того, в этом году успешно реализована программа по переселению из ветхого жилья. Её основная задача – обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В программу уже включено 7 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Этот проект – один из самых ожидаемых жителями республики. Всего в рамках программы до 2024 года мы должны расселить 7 многоквартирных домов общей площадью 2749 квадратных метров. В 2020 году мы расселили многоквартирный дом в поселке Иркин-Шахар общей площадью 385 квадратных метров, тоже 16 человек. Дополнительно нам были предоставлены финансовые средства из прошлого года. Сейчас мы переселяем ещё 6 квартир в городе Узжигута по улице Первомайская, 6. А вот в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже к 2024 году планируется привести в нормативное состояние половину дорог регионального значения, а это, к слову, 124 километра асфальта. Кроме того, вырастет число камер фото и видеофиксации. Также в этом году обновили часть дорог федерального и регионального значения. В этом году мы сделали путепровод через железную дорогу в селе Чапаевском, 184 погонных метра, три моста, это по автодороге Ураковская-Эрсакон, 30 погонных метров, по автодороге Кордоникская-Красный-Октябрь, также отремонтирован на 66 погонных метров дорог, и по автодороге Новая Джугута-Козылкала, 53,7 погонных метров. В Минстрое Карачаева-Черкесии акцентируют внимание на том, что все запланированные на этот год программы были реализованы, и даже коронавирус не стал этому помехой. Новый год уже на пороге, и руководство министерства надеется, что следующий год станет таким же продуктивным, как и 2020-й.